Вместо строгих костюмов – спортивная форма. Полномочный представитель президента России Михаил Бабич и глава Чуваши поддержали товарищеский матч чебоксарских хоккейных команд. Причем на стадион гости приехали в качестве игроков. Мужские баталии на льду и политика совместимы. И в этом убедился мой коллега Дмитрий Ковалев. В Чебоксарском тракторе пополнение в форму именно этой команды решили надеть почетные гости. На лед вышли сразу три новых игрока. Под номером 77 Михаил Бабич, под номером 9 Михаил Игнатьев. За клюшку взялся и сотрудник аппарата полномочного представителя. В прошлом профессиональный хоккеист, который когда-то сражался за новый чебоксарский «Сокол». Счет в этой игре был открыт уже спустя пять минут. Хоккеем полномочный представитель президента увлекается уже два года. Этот вид спорта в Поволжье довольно популярен. Не исключено, что и в округе скоро появится аналог лиги для начинающих команд. Я думаю, что это не очень сложно, потому что огромное количество любителей сегодня играет в хоккей. Популярность этого вида спорта растет с легкой руки нашего президента, который заложил моду на хоккей. Вот уже в новейшей истории. И сейчас количество участников, количество желающих и в ночное, и в дневное в любое время играть огромное количество. Не хватает площадок, не хватает льда сегодня. Так что очень отрадно, много детей сегодня играет, ходят на тренировки, профессионально занимаются хоккеем. Поэтому отличное будущее у хоккея. Не отставал от напарника по команде и глава региона. Хотя для Михаила Игнатьева выход на лед составе ледовой дружины оказался дебютом. Есть смелость, есть стремление, поэтому будем тренироваться для своего удовольствия просто, я хочу сказать. Тем более хоккей у нас сейчас в республике занимается и по всей Российской Федерации. И, исходя из этого, на сегодняшний день клубы есть, а мы со стороны органов власти будем создавать благоприятную среду. Встреча двух ледовых дружин – генеральная репетиция перед очередным сезоном. У проигравших еще появится шанс взять реванш. Ледовая дружина «Трактор» лидировала в счете до протяжения всей игры. Большой вклад в эту победу внесли почетные гости. Противникам они не оставили ни единого шанса на победу. Хотя и команда «Электром» вовсе и не думала подаваться даже таким статусным гостям. Матрик Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.